В холле библиотеки шумно и праздничное. Здесь собрались юные волшебники, архитекторы, строители и дизайнеры в одном лице. Юные, но смелые в творчестве. Это они построили целый город, который сейчас можно увидеть на первом этаже библиотеки. Такая идея родилась у Людмилы Пронкиной, руководителя студии «Калибри». Воплощали ее воспитанники студии. Больше полувека назад, страшно говорить, даже это число, когда я была такой же маленькой, как сейчас мой внук, пятилетний, а мамочке всего было 29, мы с ней делали заснеженную деревню. Я единственное добавила, предложила сделать вату, проклеенную густо клейстером и посыпанную. Кстати, слюда здесь, она старинная, специально мы заказывали, такая, какая была в 60-е годы. И у нас получилась вот совершенно, совершенная сказка, мне кажется. И она перенесла меня в далекое-далекое прошлое. Поэтому я всегда родителям говорю, приходите на мастер-класс вместе с детьми, делайте что-то дома с детьми, потому что, ну все мы родом из детства. И вот эти вот теплые воспоминания детские, они нас, наверное, вот, ну не знаю, как иммунитет, наверное, они нас греют всю-всю жизнь. Домики сделаны в технике по пьем-аше. Сначала бумажный каркас, потом ватный снег, а после украшения и окошки. В общем, ушло около пяти занятий. Смотрелось много разных картинок, честно скажу, потому что все равно мы черпаем вдохновение из каких-то чужих работ. Любой художник так делает, я думаю, сейчас в наше время, когда всего так много. Вот. Но потом это перерабатывается и делается уже, проходит через меня, скажем так, и подается это детям. То есть, чтобы это было не похоже на что-то еще и было совершенно наше. Сказочную атмосферу помогли создать и юные художники из студии. Они рисовали сказки. Мы рисовали любую сказку. И я рисовала эту сказку Золушка. У меня тут Золушка и фея. Она красивая, добрая, интересная и в ней много познавательного. Вполне возможно, герои, изображенные на этих рисунках, обитают в этом волшебном сказочном городе. Новогодние чудеса начинаются с нас самих. Дети хорошо помнят об этом, а вот взрослые иногда забывают. Канун Нового года – самое время вспомнить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».